Премьера спектакля прошла в Санкт-Петербурге. В прошлом году постановка получила большой успех в европейских странах – во Франции, Люксембурге, Англии, Германии. Рукоплескали уникальному цирку в Новосибирске, Красноярске и в Москве. Теперь историю о счастье и мире ребята демонстрируют на сцене Зимнего театра. Пожалуй, впервые здесь актеры не говорят, а показывают. Весь спектакль проходит в жанре пантомимы. Тетя и племянник путешествуют во времени и по разным городам, попадают в переделки, но всегда с легкостью выходят из них. А все потому, что главный герой – особенный человек. Роль племянника исполняет не менее специфический артист у псалоцирка Антон Селиванов. Два с половиной года назад, когда он только пришел в проект в группу «Особый ребенок», руководители сразу поняли – вот он, главный герой. Спектакль поставлен по картинам петербургского художника Александра Войцеховского. И когда мы увидели персонажа, вот этого медвежонка странного, такого Фореста Гампа, который путешествует по городу, то мы не понимали, кто же будет этот медвежонок, потому что такого персонажа не было. И в один из прекрасных дней открылась дверь, и вошел Антон, и стало понятно, что вот есть этот медвежонок. У 10-летнего мальчика одна из форм геномной патологии. В жизни таким детям сложно найти друзей. А здесь, на сцене, он лучший, настоящий артист. За кулисами все то же самое. Друзья по сцене помогают репетировать и даже научились понимать его речь. Рядом всегда и родной брат, который поддержит и поймет. Я выводил на тренировки к его группе, и потом я просто смотрел, как занимаются старшие потом. Ну и мне это понравилось, меня пригласили, я, собственно, согласился. Ну и потом пошло, потом лагерь был, какие-то спектакли, и ты входишь в это колесо огромное, и тебе очень, ну, как-то прет прямо, очень нравится этот воздух, это акробатика, это мое, я понял. И Антоха прекрасно вписался, он прямо тоже, ну, выступает, ему это нравится, это тоже его. Вообще все подопечные цирка – дети и подростки из неблагополучных семей. В актерскую жизнь большинство из них попали с улицы. Теперь, благодаря благотворительному проекту «Сила мечты» они нашли себя, открыли новые возможности и смогли адаптироваться к современному ритму и стилю жизни. В цирке большая программа, это не только все, что связано с акробатикой. Есть курсы актерского мастерства, есть хореография, есть занятия, которые направлены на общее развитие ребенка. Как раз последнее и было сегодня представлено в фойе театра. Здесь развернулся музей уникальных изделий, которые работают по законам физики. Учащиеся образовательных учреждений города также могли наблюдать и за химическими процессами, проходящими в колбах. Желающие сделать что-нибудь своими руками могли поучаствовать в творческих мастер-классах о любителе мультфильмов, посмотреть представленную благотворительным фондом анимацию «Летающие звери». А завтра для сочинских педагогов и воспитателей пройдет мастер-класс, на котором представители УПСАЛа Цирка расскажут о разнообразных подходах к детям и социальной реабилитации сложных подростков. Следующими городами в большом путешествии хулиганов станут Краснодар и Ростов.